Привет! Уже не доктор на связи и в своем телеграм-канале я недавно опубликовал информацию о том, что у нас сейчас происходит пробитие верхней грани нисходящего клина при восходящей тенденции. И это значит, что восходящий тренд продолжится. Ведь эта фигура, она, как правило, является лишь паузой именно в этих обстоятельствах для продолжения последующего роста. Давайте внимательнее посмотрим, какие цели и также взглянем, что у нас по эфиру. Значит, во-первых, я несколько дней назад давал сигнал о треугольнике симметричном с целями 42 700 долларов, чуть выше, там, 730 долларов. И эти цели практически сработали, цены доходили до 43 065 долларов. Чуть-чуть не завершившись, не дойдя до этих отметок, цены были тут же отклонены. По крайней мере, на 4-часовом таймфрейме мы тут же заметили зеленую свечу, которая называется просвет в облаках. Когда зеленый бар перекрывает предыдущий красный бар при локально нисходящем тренде в основании на половину и более. Поэтому это был первый бычий сигнал и сейчас мы имеем фигуру нисходящий клин. Если мы возьмем даже вот основание, здесь мы имеем три точки соприкосновения с его верхней гранью и три точки соприкосновения с нижней гранью. Этого более чем достаточно для того, чтобы считать эту фигуру действительной. Минимальное количество соприкосновений должно быть по два с каждой из граней. И сейчас мы видим пробитие. Если мы взглянем на часовой таймфрейм, то мы увидим даже некоторое подтверждение данного пробития. Это попытка штурмовать обратно эту зону сопротивления, которая теперь стала поддержкой. И рост цен сейчас продолжается. Единственное, что мы не видим, это каких-либо очень существенных различий в объеме. Они есть. То есть рост объема появился. То есть мы видим, что эта свеча выделяется среди остальных. И вот на текущий момент данная свеча тоже выделяет среди остальных. В принципе, они больше примерно процентов на 30, чем все остальные в текущем периоде. Поэтому можно уже считать отчасти данное пробитие действительным, учитывая, что цены пошли выше вот этой границы. То есть у нас есть три точки подтверждения пробития данной фигуры в сторону роста. И целями у нас будут высота первой волны в данном клине, проведенная с места пробития. И цели в данном случае являются 57,5 тысяч долларов, что в принципе совпадает с историческим максимумом биткоина. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни мы с вами будем видеть рост биткоина до предыдущих максимальных отметок. Теперь давайте быстренько посмотрим на эфириум. Вчера я делал на него подробный обзор. Единственное, что я вчера задавали вопрос, где я такой график нашел. Потому что у людей график показан несколько иначе, не так, как я показывал его вчера. То есть у людей график выглядит вот таким вот образом, а у меня он выглядел вот таким вот образом. То есть это просто, ребята, логарифмический график, который берет за основу немножко необычную шкалу, которая возрастает по экспоненте для того, чтобы мы могли заметить более изменение движения равномерно. Вот не так, как, допустим, на каких-то маленьких ценах. Ведь если мы будем брать более мелкие цены, то изменение на одно и то же количество цены в долларах будет иметь совершенно разный вид, совершенно относительно разный размер движения. Поэтому логарифмический график часто тоже должен быть использован. И как я вчера и предполагал, цены были отклонены от его нижней границы, от уровня 0,03 биткоина за один эфир. И сейчас в биткоинах с того момента, со вчерашнего дня, эфир вырос на 3%. Учитывая, что и биткоин вырос на 4%, мы имеем умноженный рост, порядка 10% в долларах. Да, еще, кстати, забыл сказать про биткоин. Извините, нужно быстро публиковать это видео. Нет времени перезаписывать. В общем, здесь у нас на 4-часовом таймфрейме я позавчера записывал видео и позавчера о том, что осцилляторы подают расхождения. И самый сильный из них это MACD, на мой взгляд. То есть самые сильные расхождения, самые сильные сигналы подает MACD. Вот на 4-часовике мы видели тройное медвежье расхождение. Раз, два, три, то есть три менее глубоких впадины на гистограмме MACD и три более глубокие впадины на графике. Это очень бычий сигнал. Плюс ко всему мы видим практически тройное расхождение. Ну да, оно и есть, в принципе, тройное расхождение на RSI. Единственное, где у нас тоже, можно сказать, это тройное расхождение, но вот оно не совсем чистое, не совсем красивое. Это на стахастическом осцилляторе. Ну, в принципе, его в данном случае можно и не брать в расчет. Но оно здесь тоже есть, правда, небольшое. Поэтому, в первую очередь, по поводу дивергенции обращаем внимание на гистограмму MACD. Это все в совокупности с пробитием верхней границы нисходящего клина на таком вот движении, превосходящем тренде, дает крайне бычий сигнал. Поэтому я думаю, что да. В ближайшие дни цели эти будут взяты. Конечно, у нас с вами будут на пути некоторые уровни сопротивления. Это 51 400 долларов, которые мы несколько раз с вами штурмовали. Ну и вот уровень примерно 55 000 долларов тоже будет важен. То есть именно на этих отметках, возможно, цены будут задерживаться. А так все очень достаточно по-быче. И Ethereum тоже мне прям нравится. Я думаю, что мы имеем шансы сделать в эфире сейчас порядка 70%. Давайте даже определимся с целями по эфиру, потому что какой-то такой разорванный эфиро-биткоиновый обзор сегодня. В общем, цель у нас верхняя граница, ну если так уже более глобально, более долгосрочно брать, верхняя граница данного трендового канала. А это будет, ну, порядка, приблизительно, там, чуть-чуть не доходя до 0,05 биткоина за 1 эфир. И от текущих значений это 54% роста в биткоин. Давайте еще буквально на секундочку взглянем график Ethereum-доллар. И вчера заканчивался у нас месяц, очень важное значение было, месяц заканчивался. И я обращал ваше внимание на уровень 1430 долларов, да, он чуть пониже, 1417-1420 долларов. И этот вот уровень, он был пробит, но ненадолго. И вчера у нас заканчивался месяц, очень важно было, чтобы месячная свеча, она не закрылась ниже этого уровня, чтобы новая не открылась ниже. Это был бы очень медлежий сигнал. И как я и предполагал вчера, цены достаточно быстро, аккуратно перед завершением месяца вернулись обратно в границу выше 1420 долларов. Это, блин, важно, да, то есть это прям вот такая, можно сказать, манипуляция рынком, используя графики. Я думаю, что кто-то повлиял реально на это, кто-то, у кого крупное количество эфириума, мог реально повлиять на то, чтобы картина сложилась бычей. И, естественно, рынок тут же на это отреагировал ростом. То есть и недельная, то есть вчера был особенный день, вчера заканчивался и месяц, и неделя. И получается, что вот какой картина образовалась, то есть мы прям все переживали, из-за этого выглядело это очень страшно. Но цены аккурат перед закрытием и недельные, и месячные свечи вернулись выше этой границы. И это очень побычи. То есть мы открылись выше этого важнейшего уровня, да, который тянется уже больше двух лет. И там три года, три года уже, даже больше трех лет. И мы остались выше, что сигнализирует нам о дальнейшем росте. И если уж говорить о таком движении, то мы можем получить цены выше двух тысяч долларов уже совсем скоро. Торгуйте, зарабатывайте, инвестируйте, но с умом. Жирного вам всем профита. Увидимся с вами завтра. И если что-то серьезное случится, то какие-то апдейты я, как обычно, буду делать у себя в своем телеграм-канале. Поэтому обязательно туда подписывайтесь. Ссылочка в описании. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok